Традиция праздновать большие православные праздники, Рождество и Пасху в Чебоксарской детской школе искусств номер один зародилась еще в 2004 году при поддержке Управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Это начинание затем переросло в социальный проект «Светлазар», автором которого является Ольга Рудакова, преподаватель теоретического отделения школы. А в наступившем 2022 году количество участников третьего Всероссийского фестиваля конкурса «Свет Рождества Христова» насчитывает более 300 человек. Это ребята и взрослые из Домов творчества, общеобразовательных школ, детских музыкальных школ и школ искусств. Активно участвуют в конкурсе и дети с ограниченными возможностями здоровья. География конкурса тоже расширяется. Это Ярославль, Тула, Дзержинск, Казань, Чебоксары, Калуга, Мариинский посад, Камчатский край, Москва, Екатеринбург, Хантамансиск и другие города и регионы. В проекте представлены различные жанры. Это вокальное и театральное искусство. Количество и возраст участников не ограничены. Конкурсантов и их наставников поприветствовал заместитель главы города Чебоксары Евгений Кадышев. А так, конечно, прекрасно, когда наши дети танцуют и поют, занимаются чем-то еще, развиваются чем-то еще. Город Чебоксары всегда был культурной столицей, по-моему, он такой и остается. А когда такие маленькие дети уже сейчас на своем этапе уже начинали так профессионально выступать, большие надежды, что в будущем у нас будет все хорошо. Интеллигентный, образованный человек никогда не будет ни рабом, никогда не будет никаким предателем. Почетным гостем и председателем жюри конкурса по уже сложившейся традиции является протеерей Михаил Павлов, председатель епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, давний и преданный друг первой школы искусств. Дай Бог, чтобы вот то время, которое вы потратили на разучение произведений, вот вместе со своими преподавателями, произведения, они несут в себе обязательно и духовную часть, ведь посвящены празднику Рождеству или Богоявлению, или вообще Богу, или духовной жизни. Видимо, это вот то семя, которое вас каким-то образом все-таки упало, оно дало свои исходы. Хотелось бы, конечно, быстрее, но самое главное, чтобы он вообще когда-нибудь этот исход дало для вашей духовной жизни. Помоги вам Бог, Божьей помощи вам, вашим педагогам, хорошо выступить и нас порадовать тоже. Ребята долго репетировали свои номера, чтобы представить их на конкурсе и на галоконцерте, куда вошли лучшие выступления. Так что путь к большим достижениям начинается с малого. Участники конкурса получили призы и памятные подарки. Духовную радость, свет и благодать получил каждый ребенок и взрослый. Гран-при конкурса получил юный музыкант из города Калуди Тимофей Брусанов.